Сегодня должно было состояться судебное заседание, но меня второй раз уже не пускают под предлогом того, что я не одеваю намордник. Любыми путями хотят меня сломать, в том числе и морально, для того, чтобы показать, возможно, не только мне и другим людям, что так будет с каждым, кто не подчиняется нашим властям и тому подобное. Соответственно, идет провокация, объявить в розыск, ну и, соответственно, поскольку я известен, где я нахожусь, закрыть меня в изолятор, то есть взять под стражу, ну и там, возможно, я буду уже более сговорчивый, они предполагают, каким-то путем они хотят на меня повоздействовать, может быть, через изолятор. Насколько я понимаю, идут указания непосредственно свыше, поэтому законы сейчас не работают. Работает телефонное право, 90% мне оденут наручники и отправят, скажем так, места не столь отдаленные. Ну, если чудо произойдет и не оденут, ну тогда очередной раз будет перенос рассмотрения моего уголовного дела, которое явно не имеет никакой составляющей, связанной с грабежом, в которую меня обвиняют. Там совсем все другое. Ленина, 54, город Мурманск. Октябрьские районы в суд. Наденьте маску, потому что того отрежет правительство. Ну, я не наиваю правительство. Я не уважаю правительство, которое требует у меня что-то. Не говорите, объясняйте, у нас здесь работают. Нет такого требования. Пропускать. Нет такого требования. Наденьте маску. Это ваше самоуправство. Личное самоуправство. Если у вас нет своего, поднимайтесь и послушайте решение судов. Вы даже не смогли сослаться на правила внутренних, которые на меня не распространяются. Пропускного режима, здания. Я сейчас еще не допущу здания суда. Но я буду сейчас стоять. Вы сейчас находите в здании суда. В входной группе, я напомню. До рамки или после рамки, без разницы, это есть здание суда. Вам не говорят, что вы просто не можете пройти. Вот ты мне скажи, зачем тебе вот это надо? Вам говорят, на день ты хочешь... Я тебе сказал, нет. И все, не хочу. Нет, понимаешь, слово нет. Только в маске можно. Я понимаю, что только в маске, только в прививке, только еще раз. Не думай. Не надо это исполнять. Не надо этого исполнять. Это не закон и не постановление. Там нет таких. Если вы хотите подняться наверх. Да я не буду унижаться. Я не буду унижаться. Ну потому что... Я сейчас унижаю, что в маске. Мы унижаемся. И пытаюсь унизить меня. Так думай о своем здоровье. Я о своем здоровье сам позабочу. О своем здоровье сам позабочу. Я вам сказал простым языком. Я очень простым языком отвечаю. Очень простым языком отвечаю. Игорь, позвони. Вынесет секретарь определение. Я получу его. Распишусь и уйду. Мне здесь делать нечего. Поверь мне. Получаю бумажечку и спокойно ухожу с нею. Как их коробит, что человек не подчиняется. Ведь надеть маску это не оздоровление. Это унижение. Это просто вот знак подчинения, да? Да, да. Согласку будет. Это унижение. Нагнули. Унизить. Алло, здравствуйте. Вы где? Вы в полиции или где? Нет. Я в этом... В суде. Все как положено пришел. Судебный пристав сходил к судье. Спросил. Сказали меня не пропускать. Подождите. Соответственно, я не знаю. Добрый день. Добрый день. Я понял. Ладно, давайте. Хотите ко мне? Со мной побеседовать, может быть? Нет какая-то суперперсона? Ну, вы же мне заказываете суперперсона. Начальник. Я вообще к вам не обращался. Липововский или как ваша фамилия? Сергей? Вы вообще... А отчество? А отчество вы вообще? Сергей, как вас отчество вы вообще? Ну, по-моему, я пришел по делу. Да? У вас какие-то ко мне личные неприязни есть, а? Я на славе не подходи. Липововский или как тебе? Судебный. О, в глаза наконец второй раз увиделся. Судья какой-то. Не твои случайные указания судьи исполнять? Прибежал сюда. Мазок. А, что происходит? Ну, так губернатора сюда еще позовите. Чивиса, давайте сюда. Давайте будем... Будем косилиум соберем. Мешайте в работе суда. Да кто ж тебе мешает? В работе суда. Не моей, не кричите. Вас слышу. Да возбужден. Вот увидел Липововского и разбудился просто. Вы же о людях там переживаете, верно? Конечно, конечно. Я тоже человек. Пусть спокойно. Спасибо. Очень, очень агрессивный. Да ты меня не видел, какой я агрессивный. Не видел. И дай бог не увидит. Правильно. Боитесь простудиться? Конечно. Ну, у вас же такая бессмертная масочка. Что же поддержим? Люди ознакомятся с информационным стеном. Можно? Нет? Они это сделают. Вот они будут ознакомиться до посинения. Владимир Владимирович, столько сложностей вы сами себе делаете. Да я косвенно из-за ваших детей борюсь. Вы понимаете или нет? Нет. Не понимаете. И не буду даже объяснять, почему и зачем. Бесполезнее. Люди, которые за полтора года еще ничего не поняли, что происходит, это большая беда. Как вы думаете, Липововский или как-то как-то? У него дела для чего появились? Я думаю, в 480-м кабинет пошел к ним. Как вы думаете? Чисто на предположение. Я не буду утверждать. У меня почему-то такое ощущение, что он пошел к судье решать судьбу мою. Сейчас Липововский судьей порешает. Может быть, даже сегодня не будет закрывать. Если мы сейчас спрашиваем, а с какой стороны был флаг? Тут тоже. Флаг по полночь вам? Вообще флаг с какой стороны у судьи был? Все мы ждем. Вот на это надо обращать внимание. Я понял. Ну, я якобы еще даже там не был. Надо обращать внимание, с какой стороны у судьи флаг. Флаг должен быть с правой стороны. Потому что право судья. Если флаг находится сзади или с другой стороны, это можно сразу же выгонять. Сразу же выгонять надо. Девушка, вы проходите. Вы решайте о работе сюда. Вы на заседании. Мы ознакомляемся с информационным стендом. Нет? Кто здесь ознакомляетесь? А? Все? Что вы ознакомляетесь? Тогда что-то... Ну, это не вам решать, что не ознакомляетесь. Значит, я вызвал судей, как по полиции. Это общественное место. Вы переживаете. Вы что-то как-то больше всех суетитесь. Вы, наверное, старше не делаете, нет? Пластую не должно. Так и тебя тоже не должно, что мы тут делаем. Ты как-то много суеты создаешь, не кажется? Забирайте. А, можно? Какие-то предпочтения, кому можно ознакомляться, кому нельзя. Я сейчас в суде нахожусь, мне не очень удобно разговаривать. Просто, что флаг... Если флаг с другой стороны, это уже... Спасибо, что думал. До свидания. Это уже неправословие. Поверьте мне, от того, где флаг находится, здесь в любом случае не правосудие. Если было правосудие, меня как минимум пустили. Хотя бы послушали меня. Понятно, что, кажется, говорите. Одна черная мантия о многом говорит. Они же боятся даже послушать то, что я скажу, мои доводы. Я говорю, областной суд, он вообще... Я пишу даже на бумаге. Они в определении, в своем апелляционном предъявлении, даже не ссылаются на мои доводы. Не ссылаются, как будто их не было. Такого не бывает. Но в нашей стране бывает. В частности, в Мурманском областном суде. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая тактика. Не пускать на судебное заседание, а если даже поддает в письменном виде, то делать вид, что этого не было. Вот это что, разве правосудие? Это не правосудие. Да сейчас все подождаем. Все у нас внутри, в наших головах. Все это подчинение, рабство, это у нас. Здесь не нужен приказ, чтобы быть рабом. Это состояние души человека. Это делается постепенно, и люди к этому привыкают, привыкают. Это становится нормой. А дальше все хуже и хуже. А сейчас наоборот, решили оба. Сразу резко. Да. А тут начинаем отверговать. Какие еще раз помнили, таксист. Он говорит, к чему вообще мы катимся? Он говорит, они не понимают, что будет гражданское войне. Она уже идет. Сергей, как у вас по отчеству? Не хотите со мной пообщаться? А что с вами разговаривать? Ну как что? Мы же привык разговаривать нормально. А, все-таки вы меня знаете, да? Так вы что, вы не боитесь представиться? Да я все равно знаю, как вас зовут. Просто забыл. Вот, вот и все сказ. Он меня считает ненормальным. Понимаете? Начальник общественного порядка в Урмарской области. Самый главный. Самый главный полицейский. Забирайте гражданку, ведите ее в отдел. Что значит забирайте гражданку? У вас всех все по беспределу. Мы вас забыли спросить. Я тебя забыл спросить. Я знаю, мои граждане. Если вы сейчас будете тыкать, не надо мне тыкать. А что такое? Я что, друг или панибратство, что ли, что здесь устроили? Гражданка задерживает административное правонарушение. Какое? Я вам забыл объяснить. Вы кто такой вообще? Я, я жду. Вы ее законный представить. Пока видите документы. Я не мама, не папа. Ну и все, так же. Ну, до свидания. А что вы обнимаете женщину? А? Липововский. Липововский. Начальник Мурманской области по общественному порядку. Я сейчас там. Я так ему все равно безумно. Не, я просто переживаю за моего доверителя. Переживать не придется, потому что так или иначе вы тоже у нас фигурируете по 10 числу, когда мероприятие у вас было. Фигурирую? Ну, разумеется, вы же находились вместе с молодыми людьми. Мужчинами и женщинами 10 числа. А вы не находились? Ну, я же вас помню, да. А я вас и не помню. Да, ну как не помню. Чего ко мне лично подходили. Я к вам еще подходил. Я тут не участвую. А, ну, значит, вы все знаете. Вот. Ну, тем не менее, как бы, видеоархивы, которые тогда были сняты, доказывают обратное. Доказывают что? Что вы так же являетесь участником несанкционированного мероприятия, которое у нас 10-го прошло. Какого? Напротив капитана Егорова, 15-го. А, вы вернулись? Да, да. Ну, представьтесь, Липововский, как тебя зовут? Я не могу его представлять. Как тебя зовут, а? Надо мне тыкать. Ну, дяденька, ну просто скажи, как тебя зовут? Спасибо. Ну, будь, будь просто как, ну, достойно, веди себя. Просто представься. Довожу до вас информацию, что вот в отношении вас так же рассмотрим вопрос. Поэтому пойдемте в отдел. Нет, давайте дождемся решения. У меня сейчас рассматриваются. Я сейчас нахожусь в судебном заседании. Понимаете? То есть без вас заочно рассматривают сейчас? Ну, без меня не могут рассматривать. Вот защитник находится там. Сейчас я его дождусь и пойдемте, куда скажете. Ну, подождите, секунду. 408 кабинет. С вашего позволения, да? 408 кабинет. По имени и отчеству давайте я буду вас называть. Я знаю, как вас зовут, я вас фотографирую. Сергей Леонидович. Все. Сергей Леонидович, вот скажите, какая конкретно у вас ко мне личная претензия? У меня личная, к вам. Я к вам вообще обращался. Смотрите. Какие-то вопросы вам задавал. Нет, вы... Я вообще к вам совершенно никакой. Вас видят. Давайте я вам скажу так, что... Я вообще... Я вот сегодня вас... Вот, если вы меня не остановили здесь, я вас сегодня первый раз вообще увидел. А я вам... Вот, поэтому... Мне на вас пальцем указали. Сказали, это он. Но я не могу открыть источники, понимаете? Не могу открыть источники. Сказали, что вот этот товарищ отдал нам приказ. Мамаева, не помню, какого там числа было. На 48 часов, короче, мне упаковали. Ну, это вранье. Я хочу вам сказать. Вы думаете, это вранье? Я вообще, я даже не знал, когда кто Мамаев. Какие хорошие у вас подчиненные? Ну, наверное, да. Я намекаю на подчиненных. Это подчиненные вас заложили. Я не знаю. Я лично говорю... Во-первых, я таких указаний дать не могу там. Я лично там кого-то на что-то... Я врус. Есть закон, во-первых, с одной стороны. С другой стороны, это ваше там личное. Можете верить, можешь не верить. Я о том, что... Я даже не знаю, о каких событиях поговорить. Мы все находимся... Ну, вы считайте, а я не знаю. Я даже... Я хотел, честно говоря, даже вот... Я хотел посмотреть ролик, вы там что-то где-то... Типа там ролик, задержание, и до сих пор даже руки не доходят посмотреть, не знаю. Вот открыл его в Ютьюбе там что-то я, там вы что-то говорили, я там выложу после 48 часов. Если мне так было интересно, я бы уже давно даже посмотрел. А, за сих пор... Я так его даже и не посмотрел. Техническая проблема, по-моему, небольшая. Да? Ну, я не знаю, у меня ссылка есть на него, но я... Да, посмотрели, если посмотрели, я думаю, как бы не раз посмотрели. Даже руки не дошли, потому что мне так совершенно неинтересно, не раз. Сергей Алидович, ну, приятно было с вами познакомиться, хотя бы вживую. Да? Чтоб не заочно ваши приказы, как бы, мне передавались. Ну, не знаю, поэтому таких приказов... Да ладно, не скромничайте. Все вы прекрасно знаем, что это ваше указание непосредственно. Вы, наверное, весь Мурманск все собрали, нет? Вы видите, даже если бы я знал, вы для чего не пришли. Я бы, наверное, им команду сержантом выдавал. Я считаю, что хорошие руководители тоже из кабинета управляют. Что вы тут делаете? Да я лично просто проходил мимо и посмотрел. Не доверяйте своим подчиненным. Да почему не подчиненным? Я просто... Так вы и на обращение к президенту тоже почему-то мимо проходили. Вы выкладываете, так вы же выкладываете ВКонтакте. А почему нельзя? Ну вот, я прочитал, я... Еду сейчас на работу, смотрю, вы выложили ВКонтакте. Приезжайте, неравнодушные люди. А вы неравнодушные? Думаю, дай заеду, посмотрите. Я как бы немножко других людей приглашал, но то, что вы пришли, тоже приятно. То, что вы мониторите мою страничку, тоже приятно. В последнее время люди боятся ментов. Так вот, по кучке где-нибудь рассоситесь. Сергей Лидинович, дайте им распоряжение. Ну я не знаю, по-моему, пора уже взять все в свои руки. Как-то скромно вы себя ведете. Я думаю, вы более жесткий человек. Володя, объясни, пожалуйста, что происходит? Почему у меня два часа? Почему мы не взяли суда, по-третьему? Что происходит? Значит, у каждого есть субъективная точка зрения. Вот, Сергей Лидинович может послушать. У меня есть тоже точка зрения. На мой взгляд, у нас в стране происходит правовой беспредел. Ну правильно, подъезд. На данном уровне, на данный момент, нет законодательных актов, вообще каких-то нормативно-правовых документов, запрещающих гражданину пользоваться своим правом на конституционную защиту, ну, на судебную защиту. Просто нет. Более того, даже в правилах не написано суда, данного Октябрьского суда, о том, что как бы, если у человека нет маски, его не пускать. Там написано, если он отказывается пройти телеметрию, его не пускать. И, там, отказался септиком руки обработать. Здесь все ходят, вообще этим не занимаются дальше. То есть, это формальность. У меня на одно заседание пускают без маски, на другое не пускают. Вот такое вот чередование идет непонятное. Сейчас, я так понимаю, им выгодно меня не пускать. Потому что сейчас, ну, принципиальный вопрос решается. Мои доводы должны, доказательства изучаться и тому подобное. Ну, надо сделать, как делается всегда. То есть, когда рассматриваем 20.6.1, КОАП, да, меня в суд не пускают. В областной суд не пускают. Когда пишу на бумаге, письменно подаю свои доводы, областной суд не замечает эти доводы. Он просто их даже не фиксирует в своем апелляционном определении, как будто и они не звучали. А там доводы фундаментальные. Кажется, ну, опровергнуть невозможно. Поэтому суд областной не утруждается. Он просто их не пишет, чтобы не опровергать. Какой-то суд уже сегодня был, да? Не, ну вот идет с 10.30 суд идет. Там по следующему в 16.30 будет заседание. Ну, как бы другое. То есть, я предполагаю, что народ все это время сейчас будет идти в судебное заседание. Просто защитник сказал, что он не будет присутствовать, но сейчас он вдруг нарисовался. Якобы у него было другое дело. Ну, я как бы предполагаю, что он играет не в мои ворота, как бы. Когда у Сергея Леонидовича почему-то вдруг появляется необходимость прийти в суд, мимо опять проходило. Я предполагаю, что это связано с моей персоной. Конечно, он будет это трепфать. Это как бы очевидно, почему они хотят меня закрыть. Они меня 48 часов продержали в холодном помещении, там в дубах. Я два дня просто тупо пытался согреться. И все равно я, как сказать, немножко пострадал. А тут они могут меня закрыть и на полгода, и на год могут закрыть. В таком же помещении? Ну, в тюрьму, в тюрьму. Изолятор. Ну, там холодно, да? Да. Они могут все угодно сделать. Им пытки могут меня устроить. Просто сказать, ну, ты что? Ну, сломать мораль, там, физически. Если вы меня увидите в наморнике, значит меня сломали. То есть это вот такое. Ну, другого нет. Я свою волю изъявил четко и однозначно, что я наморник не один. Если вы увидите меня в наморнике, значит, ну, они это добыли, ну, с меня каким-то вот таким вот способом. Подавив психически, может быть, уколов лекарства мне каким-то, еще что-то. Не знаю. Я могу только догадываться. Просто идет наглый, открытый, беспредел. Просто наглый, открытый, беспредел. Никто из них не ссылается ни на одну норму права, на основании которой меня не пускают. Потому что этой нормы права нет. Нет. Понимаете? Ведь как можно доверять суду, который меня не пускает в суд на основании того, что у меня нет маски? Который будет рассматривать принципиальный вопрос. Отказ в обслуживании покупателей, у которых нет маски. Аналогия вот она. Я заранее знаю решение суда, что судья будет признавать законным отказ, хотя нормами права не прописано. Верховный суд на эту тему сказал, что если нету норм права, запрещающей продавать без маски, то это незаконно. Понимаете? То есть есть решение Верховного суда. Так. По большому счету Верховный суд подтвердил 426-ю статью Гражданского кодекса, в которой сказано, что в случае отсутствия запретов законодательства, отказ потребителям запрещен. По каким-либо дискриминационным признакам. Ну, по любым. Только отказывать можно, только на основании закона. Верховный суд так и сказал. Если у вас есть законодательство в регионе на эту тему, то можно. Нету? Нельзя. У нас в регионе нету законодательства на эту тему. Потому что даже если мы берем вот это вот постановление, которое не имеет юридической силы, потому что оно не может нарушать мои права, и там этого нету. Пункт 2.1.1. Постановление правительства Мурманской области, 175 ПП, там не сказано, что продавцы не имеют право, обязаны, либо должны отказывать. Это самоуправство работников. И вот это пишет, как ее, я снизу на дзержинке, ментовке, меня к ней не запускают. Напишите, чтобы она включила на телефоне хотя бы аудиозапись постоянно, чтобы велась. У меня есть предоставление, сотрудниками. От вас только требуется одна фраза. Документы представитель приявит. Если это предложение, она откажется. Если это доставление, она согласится. Я еще раз говорю. Это доставление? Я же объяснил, да, будете доставлены. Но если доставление, мы зафиксировали что-то доставление. Да, да, смысл как бы нет. Сопротивляться нет смысла. Они все равно доставят. Ну как бы федеральный закон области не связывают. Но все первое статья не забывайте, ничего не говорите. Да. А скажите, почему вы ко мне на что-то дровите? А вот именно. Я вас помню еще 10-го числа, потому что я ко всем вам обращался. Но было у меня, скажем так, изначально сомнение. Вы это ее нет. А вот сейчас я хочу вас к уверену, что это будет. Поэтому давайте все. Сотрудник полиции, вам же сказали, что человек пройдет нормально. Не надо трогать руками. Просто руками не трогать. Это очень неприятно. Тем более она женщина, не надо трогать руками. Конечно, ну надо же как-то человек обозначить, кому-то будем тут стоять. Я сейчас, ну... Женщина, пройдемте с нами. Я подъеду туда, ну и надеюсь, все подойдет, хотя не факт. Подъедете. Да? Да. Слово будет. Не переживайте. Я зашел в 408-й кабинет, вы меня не обманули. Действительно, там идет сейчас судебное заседание, ваш представитель там. Как только оно закончится и будет оглашение приговора, да, бы нам понимать... Приговора? Вы меня пугает. Ну, ладно, брать не буду. Как только заседание закончится... Законится сейчас. Да, да. Забежал я вперед, суточку, простите. Хорошо, вы хотите меня тоже доставить по какому-то основанию? По какому? Можете поинтересоваться? Ровно по такому же, вот как сейчас гражданка у нас доставлялась, так как являлись участниками... 20.2? 20.2. Это что такое? Это что такое? Несанкционированное... Участие несанкционированное в личном мероприятии. А какое мероприятие можно узнать? Просто я не в курсе. В данном случае действие расценивается как несанкционированный митинг. Митинг? Да, ну опять же. У нас 20.2 квад, она не предусматривает конкретно определение, будь то митинг, будь то пикет или демонстрация. Просто есть именно определение участия несанкционированного в личном мероприятии. В данном случае... Как вам предмет? Я вас и спрашиваю. Я вам все разговариваю. Есть федеральный закон, где расписано, есть определение, что такое... В данном случае здесь подразумевается, разумеется, митинг. Давайте разумеется. Есть время небольшой любез. Вы представляете, что это был митинг? Ну, давайте определимся. Собралась группа граждан, более двух человек есть. Есть. В общественном месте, согласны, полностью согласны. Выражали мнение по поводу насущных политических... Потому что здесь, все здесь больше двух человек. Выражали мнение по поводу насущных политических проблем, недовольства, ну и прочее. Какое, например? Можно просто по конкретии? Ну, я помню, прекрасное недовольство в данном случае было введенными ограничениями по распространению ковида на территорию. В чем оно заключается? Слова какие-то? Требовали отменить QR-коды и прочее. Кто требовал? Присутствующие на митинге. Ну, если сейчас человек будет что-то требовать, а я рядышком присутствую, это что значит? Так, ну, давайте более конкретно уже об этом, как или иначе, будем общаться в отделе полиции. Вы как правильно сказали, я к вам подошел, поблагодарил вас за то, что как бы вы пришли. Тогда уже все закончилось, разумеется, да. Нет, еще до, когда я только пришел. Я там находился буквально, ну, может, пять минут. Ну, разумеется, у меня же не было цели, скажем так, я обозначил, если вы помните тогда, что у меня нет цели как-то жестко что-то пресекать и так далее. Ну, все разошлись. Я всех предупредил граждан, что уважаемые граждане... А в чем конфликтная ситуация, в конфликтной ситуации? Нет, о конфликтной ситуации в данном... Кто-то что-то не исполнил, по-моему, там все разошлись. Разошлись, но не сразу. Еще раз, после моего предупреждения... За сколько минут? После моего предупреждения еще раз. Ну, опять же, давайте смотреть в другой момент. Хорошо, за две минуты. У нас состав административного правонарушения возникает не с того момента, когда не выполнен... Ну, так это что-то разберет, я же не судья, мы его тоже. Да какой суд, о чем вы говорите, нас на суд не пустят. Вот, с этим, кстати, надо разбереть. Да не мы беспредельничаем. А кто? Не я же вас... Вы знаете, сколько заявлений писал и подавал через полицию, что судебные приставы превышают свои полномочия? Блин. Много раз писал, понимаете? Надо усилить. Да как усилить? Потому что, ну, вы со мной согласитесь, я сейчас не говорю конкретно про вас. Вот у нас, допустим, будет нарушитель какой-нибудь, которого надо доставить в суд, чтобы его рассмотрели. А он говорит такой, слушайте, а я вот маску надевать не буду по объективным причинам, у меня там астма или еще что-то. А ему говорят, значит, не пойдешь в суд, не будем тебя судить. Правильно. Ну, бред, правильно. А сроки пусть идут. Ну, разумеется, это что за цирк? Это цирк. Ну, зачем мы работаем, если у нас... Хорошо, что вы это понимаете. И я тоже понимаю, что это цирк. Ну, Владимир Владимирович, будем работать в этом направлении, потому что, я еще раз говорю, не говорю конкретно про вас, а вообще про нарушительство. Это цирк, на самом деле, я сразу говорю всю согласен. Человек скажет, находит, слушайте, а у меня вот проблема, я... Преступник совершит преступление, не знаю, там, какое-нибудь убийство, да, и скажет, я без маски. А его не рассмотрят. А ему говорят, а мы вас не будем судить, потому что вы без маски. Будем работать... Ну, как бы, я-то себя считаю абсолютно невиновным, я не совершал никакого преступления, в котором мне пытаются обвинить, придумать фантазии такие большие, в истории. Ваша позиция, ну, разумеется, непонятна. Ну, я вам больше и более скажу, что я и не участвовал в митинге, там, однозначно скажу. Как сказать? Если бы вы изначально так ко мне подошли в тот момент, обозначились, я просто фиксирую, я ничего не скажу. Так я так вам и сказал. Оно, в принципе, так и было, но ровно до того момента, пока мы стали им говорить, так, ребята, давайте еще разок. Ну, потому что, если человек производит какой-то... Ну, смотрите, на свадьбе были когда-нибудь? Ну, конечно. Вас фотограф строил? Ну, да, да. Женат, наверняка, да? Я понял, что что-то не получилось там, да, 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 красиво. Более того, вы сказали, что нельзя, и мы не стали снимать. Да. Ну, нет, вы после того, я помню, я вышел, говорю, так, пока вы готовитесь ко второму акту, я вам вот предупреждение выскажу. Я все высказал, меня все выслушали. Да, я вам в каком-то удалил, сказал, что спасибо начальнику, что... Да, что никто ничего не начал вытрекивать, но после этого все равно продолжили... Извините, я сейчас... О, вот, вот защита. Алло? Сейчас, подождите, секунду. Ну, Евгений Валерьевич, это как бы ждать некогда, я говорю, вопрос. Еще, в розыске на каком основании я здесь нахожусь? На основании решения суда. Но я вам советую идти домой, все-таки собирать русские русские, и дальше там, либо в полицию звонить, да, говорить, что такой-то, такой-то вы там-то, там-то. То есть я в розыске, да? Вы в розыске, да, и в отношении вас собираются вероятность решения по стражу, с момента задержания. Приставы, кстати, тоже могут задержать. У них есть скипанал. Ну, я понял, а то, что сотрудники полиции здесь, все здесь. Ну, они-то еще не знают. Да, они вот-вот, сейчас, самый главный у них судебный пристав уже засуетился. Не дадут мне трусы взять? Не дадут. Не дадут? Не дадут, да. Были сегодня, да? Ладно, давайте. Давайте, я вас тогда жду. Выходите, и я... Я сейчас нет, я сейчас буду дождать бумагу. А, ну так мне бумагу тоже... Нет бумаги, это все слова. Это что такое? Слово вам, я не ем, я не ведом. Ладненько, все, спасибо. Нет соглашения, давайте. Ага, давайте. Давайте, 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 давайте. Ага. Последующий, не хорошо, что ли. Ну, до свидания. Да. Мы надержим. Да, смотрите, короче, по словам, сейчас бумаги еще нету, на всякий случай, сотрудникам говорю, что бумаги нету, по словам защитника, якобы я в розыске буду объявлен. Бумагу еще не сделали, он сейчас должен ее получить. Можете со мной пройтись? Куда? За трусами, там, за носками. Нет, ну мы с вами, мы пойдем сейчас в октябрьский отдел. Ну, в октябрьский, да. Пойдемте все пешком. Проводим вас в розыске, мы здесь, мы ты в розыске. То есть, все, что, как бы, я... Ну, это тоже на Дзержинку, короче. Нет, ну, я не знаю, куда там меня, вот, Сергей Леонидович знает. Это же его инициатива. Личная, скажите. Конечно, личная. Ну, я могу, конечно, предположить, над вами еще чибис есть. Нет? Нет? Вообще-то это, ну, лоховый, да, в структуре, в нейрархии. Ну, я же говорю, я же, ну, могу ошибаться, правильно? Да, 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 вот мы с вами Владимировича спокойно продумаем. Да, да, бумаги. Бумаги все разделим. А сюда за бумагами, начальник, да, 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 знание в курсе. Да, сейчас это... А я не знаю, вот девушки-то вам нужны там? Да, нужны. А зачем мне вам там нужны? 1020 лет. Ну, я там передам какие-то слова на хмутстве. Так вы им передавайте, просто это, вы же туда идете не на 5 минут. Куда? В октябрьский отдел. Ну, мне надо, как бы, ну, извиняюсь за выражение, прописать, покахать, жену поцеловать. Так я им говорю, так, смысл-то? Вы сейчас зайдете в октябрьский отдел и все. Мы идем на Дзержачки. Вы идете в октябрьский отдел? Да, мы все туда идем. Нет, я просто, говорит, смысл... Ну, можем, как бы, я вот никуда не убегаю, мы просто немножко пообщаемся. Ну, все, ваше, отойдите от нас. Ну, мы будем совпадать вас в любом случае. Да, совсем, чтобы уши не греть вообще, как мы говорим. А не подскажете вообще, где это содержать меня будет? В Мурманске? Нет, конечно. Ну, я к тому, что там... Для вас отдельный поэтап. Ну, может, там поэтап уже запустят куда-нибудь, я не знаю. Подождите, да, не спасибо, не хочу ждать. Не все сразу, да. А, не все сразу. Вы тоже мне уже готовите, да? Да нет. Местечко теплое. Нет? Не знаю, что вы комментируете. Вы своей персоне столько внимания уделяете, знаете? Аня, ну, все, короче, как я предполагал. Все, как бы, меня закрывают, насколько, не знаю. Это может быть и месяц, это может быть. Чемодан, вот там будет лежать все мои вещи, и тебе его принесут сегодня. Если не давайте чемодан, кому вы хотите отдать чемодан, там дальше уже все, дальше уже возможности передать не будет. Так сейчас что будет? Вы пройдете в дежурную часть, и все. И контакт вот с этими людьми у вас не красиво. Так, можно сотрудникам полиции сходим домой, я оставлю вещи, и мы придем? Нет, нет. Смотрим, что там дорога. Нет. Вот какая вам кто-нибудь перенесет? Супруга вам принесет, супруга на работе. Ну, попозже принесет, вы здесь будете находиться, пускай она вам принесет. Ну, как бы, спор не принесет, а отдать мне нужно, оставить вещи. Ну, оставьте вон кому-нибудь.